Welcome, welcome, welcome. Добрый вечер. У нас чемпионат Америки. Сейчас будет чемпионат Кореи. Сегодня был с утра. Вчера был чемпионат Америки, чемпионат Европы и чемпионат Кореи. Завтра теоретически чемпионат Китая. Не знаю, проснусь ли я смотреть в понедельник матча, если не проснусь. У нас что завтра, кстати? Завтра 18 число и играют Билли Билли. Это у нас кто? Это Снэйки были, да? Снэйки, Топ Еспорт и Джей Ди Гейминг. Ну вот, если я не проснусь, то завтра вечером будет у нас соло-ку довольно много. Так, наверное, самый интересный матч это вот здесь, вот Санин Гейминг. Это во вторник. Вот это бы, конечно, хотелось посмотреть. Билли Билли против СС. Это что у нас выходит? СС это здесь. Билли Билли где-то в центре должны быть, да? И матч Топ против Джей Ди. Топы были сверху, насколько я помню, да? Вот. А, вот это интересная игра, кстати. Тут ребята друг против друга-то близко находятся. Ну что ж, чемпионат Америки. Сегодня, как видите, у нас разделились голоса. Статс Бот где у нас голосует? Статс Бот голосует за соточку. После этого голосует за команду ЦЛГ. И я вижу, Хай проголосовал по-другому от Статс Бот, у которого просто невероятно хороший результат. У Хай тоже довольно неплохой результат относительно других игроков, которые здесь голосуют. Относительно других аналитиков. Вы видели 23 победы. 12 поражений. Это угаданных счетов. Вот столько сделал у нас Хай. Ну а Статс Бот, я уже вам говорил, он угадал невероятное количество матчей. 30 матчей из 35. То есть у него 30 на 5 статистика. И решил изменить Хай немножко свои прогнозы, чтобы различаться. Ну там, где 50 на 50 матч, как он думает. Чтобы различаться и догонять Бота. Он сам это объявил сегодня в своей, как говорится, аналитической преамбуле, которая вот сегодня была в начале. Много тут интересной статистики нам наговорили. Много интересных данных накидали. Все мы этим будем пользоваться. А какая же первая игра? Да, я что-то забыл посмотреть, что у нас за первый матч-то. А там про цирку вроде написано было. Соточка против команды Эхо Фокс. Соточка вчера проиграла свою встречу в команде Флай Квест. Эхо Фоксы вчера проиграли свою встречу в команде Клауд Найн. И вот что интересно. Фоксы против Соточки. Статс Бот голосует за команду 100 воров, потому что у них лучший рейтинг. Они с лучшими соперниками играли, нежели команда Эхо Фокс. Почему же Хай туда проголосовал и верит все же в это? Есть интересная, ну не то чтобы даже теория, а интересный факт. Раш играл в чемпионате Америки в Академии. Раш играл в чемпионате Америки в команде Клауд Найн. Раш играл в чемпионате Америки вот сейчас в команде Эхо Фокс. И знаете какая статистика у Раша? Он ни разу не заканчивал неделю со статистикой 0-2. Ни разу. Раш игрок, теперь лесник команды Эхо Фокс, не проигрывал две игры к ряду на неделе. Все выкенды у него заканчивались либо 2-0 победой его команды, либо одна победа, одно поражение. Ни разу не было 0-2. Ну что ж, поглядим, что же у нас будет. То есть, как это говорится, кармовая статистика, которая, ну по сути, я не знаю, где-то судьбой обеспечена была Рашу. Либо настоящая статистика бота, такие железные числа, которые говорят, что соточка должна сегодня победить. Там что-то было, я вот пропустил, они говорили, если Хай угадает, то что-то он получит, а если Бот угадает, то Хай тоже что-то получит. Ну это, видимо, в конце сегодняшнего эфира будет, я пропустил, ребят, извините. Не слушал я, что происходит в этот момент, статистику вам говорил. Ну что ж, готовимся, Эхо Фоксы против соточки. ЛЦЛ, я так понимаю, там завершился. Раксы только что проиграли. Олд Дэди я поругаю потом за бан и пики, которые он провел. Как обычно. И почему у Буконга на топе всегда высокий винрейт, но им никто не играет, особенно на прост сцене. Потому что он довольно скешовый чемпион. Его можно легко наказывать на топ-лейне. И самое главное у этого чемпиона, довольно плохой тимфайт, если знать, где он находится. Если ставить варды фланговый, он в лицо не может ворваться. Его всегда можно поймать на подступах. Там Алистар, Браум его просто откинет. У него норм пика баны были же, главное, что интересные. Фоллаут. Еще раз скажешь, что отдать Люциана и Брауму в одни руки, будучи на красной стороне, это норм пика баны. Я тебя лично забаню. Это как бы... Ну как бы так не делается. Люциан не был забанен, они отдают Люциана и Брауму в одни руки. Из-за этого у них бот-лейн умирает минус 20 фарма. Умирает один на один, после этого Люциан просто монстром ходит по карте, уничтожает всех. Не надо так делать. Никогда. Это грубейшая ошибка. Это как разбивать пару Ургот-Лиссандра. Это как разбивать пару Эс плюс Зоя. Это нужно делать. В данной мете, по крайней мере. Уровень некоторых команд ЛЦ вполне понравился. Бывает много огрехов и непоняток, но в целом норм... Ну, наверное, я все матчи не смотрел, я так краем глаза посмотрел эту игру. Увидел, как были проведены пика баны, увидел последовательность чемпионов и расстроился. Расстроился, потому что была возможность спокойно вместо Сайлоса забрать Браума. Но это я ему наговорю уже, он сам решит. Может, у них саппорт не играет. Привет. Спасибо за освещение Европы. Освещаю. Спасибо тебе за поддержку канала. Так вот, я еще раз вернусь к команде Рокс. Может быть, у них просто саппорт не играет Браума, может быть, там в этом проблема была. Но, все, давайте смотреть. У нас здесь игра на Джейса, забирает команда 100 воров. Сам Дэй будет играть на Джейсе, скорее всего, на топ-лейне. Соло забирает тут же Алистара и Зою. Команда Эхофокс также добирает. Вот обратите внимание, как здесь делается все. Вы либо забираете сразу бот-лейн, либо делаете свои переход-ходы. То есть они забрали Джейса. У вас есть вариант забрать полностью бот-лейн, но нет крутого бот-лейна. Эс забанен, Люциан забанен. Больше других крутых бот-лейнов сейчас нет. Это Эс плюс кто-то, либо Люциан плюс кто-то, самые крутые бот-лейни. Поэтому Команда Эхофокс забирает одного саппорта, который самый в приоритете будет крутым. Браун не будет крутым, так как нету Люциана, нету Эза, и это уже бесполезно. Соответственно, самый крутой будет Алистар. И забирают Зою, потому что не хотят показывать чемпиона, которым они собираются побеждать Джейса. И одновременно с этим разбивает комбинацию Джейс, Зоя и кто-то с бот-лейна, где поуком бы их закидали. Видите, в чем идея? В ответ Соточка забирает сразу Тамкенчи, потому что понимает, что Тамкенчи единственный, кто может остановить Элистар, и единственный, кто может помогать против Зоя очень хорошо. Забирает Ашу, чтобы мидгейм свой усилить, который будет запушивать постоянно команду Эхофокс, и еще ульта у нее будет, и так далее. В ответ что делает команда Эхофокс? Забирает сейчас Севирку, потому что она хороша против Аши, лучше скелится, и вообще не дает той свободы действий на линии бот-лейна. Все, никаких пределек от меня нет, ни к одной из команд. Обе команды играли еще в шахматы и пока не совершили грубейших ошибок. Грубейшие ошибки иногда совершаются, это есть такое, но иногда бывает грубейшая ошибка из-за чего-то. Допустим, ваш игрок не играет, или у вас была идея одна, но вам ее поломали баном, или еще чего-нибудь такого. Минус Хухевский чемпион Ауральян Соло. Вчера Хухи играл на Ауральян Соле и тоже против Зои его брал, поэтому Эхофоксе решили сделать просто бан Ауральянчика. Мол, так проще будет, чем самим проверять, а можем ли мы победить Ауральян Соло. Что же касается бана Сиона, вот здесь я, наверное, не согласен, потому что Сиона не побеждает Джейсом, мы это уже много раз с вами видели. Единственная неприятная ситуация, то что Аша-то уже не очень хорошо против Сиона. Если не получится продавить Джейсом Сиона, тот останется, допустим, на фрифарме, то получится потом Аше встретиться с Сионом в тимфайте, а это большая неприятность. Фоксе продолжает гнуть свою линию, убирают еще одного мидгеймового чемпиона, на этот раз Си Джуани. Она очень хорошо с Ашой сочетается, также с Джейсом может делать ганг на туплейнер, потому что есть пассивка милишников. Хороший бан. Ну и команда Соточка, видимо, по своей логике, идя, сейчас забанит еще туплейнера одного, Йорика, я думаю, потому что Йорик, мы уже видели, как побеждает Джейса, даже и в корейском чемпионате, и в Америке. Нет, они банят Лисина. Но вот здесь уже на проле можно поругаться. Два непонятных бана, то есть они боятся Лисина от Раша, или они просто боятся Лисина. Если от Раша, тогда ладно, это бан туда-сюда. Если они боятся Сиона от Соло, то это одно. Если они боятся просто Сиона, то это репорт, как бы, это глупо. Может быть, действительно, просто Соло настолько хорош на Сионе, что сам Дэй говорит, я его не победю, ребят, забаньте лучше Сиона. А Анда говорит, я не смогу победить Раша Лисина, забаньте лучше его. Понимаете, да? Но в итоге Хефаксы уходят. Шикарную комбинацию Зоя, Джарван, Сивирка и сохраняет все еще своего топлейнера скрытым. Либо и Лесника. Есть возможность, что это Джарван флексовый пик, но, правда, тогда Леснику нужно будет очень много времени крутиться вокруг топлейна. Ответка, конечно, здесь Олаф. Других вариантов банально сейчас уже нет, учитывая, сколько всего забанят. Нужен тоже агрессивный Лесник. Ксинджао еще может быть, но Ксин плохо сочетается с Джейсом. Поэтому Олафа берут, потому что двойной Паук. Сашо еще замедление. В общем, работа будет на полную катушку. Ну и против Зои надо брать Синдру. Хухин на ней вроде поигрывал. Ариану можно брать. Лессандра мне не нравится, потому что она не может ничего сделать. Зои на линии Тарас, у Зои будет свобода действий на карте, соответственно. И самая большая проблема у Лессандры, у нее нет никакой возможности поймать Сивирку в тимфайте. Вот поэтому такое. Опять же возвращаемся. Может быть, Хухик говорит, я на Синдре играю хуже, я на Лебланке играю хуже. Дайте мне лучше Лессандру. Это надо узнавать. И Малфит. Ну, вообще-то, Малфит довольно эффективный чемпион против Джейса, потому что за счет своего армического, армической кармической штуки он выживает. Но... А как вы собираетесь сделать инициацию в Тамкенча? И, ну, в общем, понятно. Команда Эхофокс хотят сыграть чистый 3-2, извините, 3 танка, 2 керри. Раш даже, наверное, в АД играть не будет, сразу пойдет в танка Джарвана. Ну, а Соточка будет пытаться издалека поукать, но они не усилили свой поук. Они взяли Лессандру, которая не усиливает и как раз поук. Я говорил про Синдру, Лебланку. Возможные крутые варианты на мид. То есть, мне кажется, перепикали все равно Соточку команды Эхофокс. Даже с такими чемпионами, даже с Малфитом на топе, они их перепикали. Хотя, мне кажется, гораздо лучше бы здесь зашел Йорик. Тот самый, который сейчас в Менте. Йорик, который с Джейсом стоит вровень и даже может оказывать на него давление довольно неплохое. А самое главное, мы видели, как поукс-этап умирает об Йорика Деву. Дева просто ставится спереди и танкует урон от Кушки, танкует урон от этого. У него там 5000 здоровья в конце игры, если не больше, помните, сегодня мы видели в Корее. Там, по-моему, даже 14 уровень был Йорик, у него 5000 здоровья уже было. А сколько было бы у него на 18 уровне? Там в районе 6000, наверное, потому что у Йорика бы предметы тоже добавились. И попробуй такую Деву пробег, которая просто ходит и регенерируется еще. Так что, ну, это к чему я веду? К тому, что Малфит немножко вопросительно, но при этом Малфит работает с Джарваном отлично. Джарван дает ульту, люди выфлашиваются, и тогда Малфиту открывается свободное действие. То есть две сильные АОЕ ульты инициативные под Северкой, под Алистаром. Можно попасть под такое комбо-вомбо, что вы оттуда не вылетите. Но я считаю, что факсы победили на банах пика команду соточку. Осталось еще победить только в игре. Джейс разве не контрпик к Малфиту? Нет, как раз таки Джейс контрпик к Сиону. А Малфит, он должен будет немножко просесть по фарму вначале. Но как только доберется до первого предмета на армор, после этого Джейс вообще ему больше ничего не сделает. Из-за того, какой жесткий прирост идет армора у Малфита, передамажить его просто невозможно. И он играет с Аркан Кометы и Сустейн Линия. То есть получается, он первые шесть уровней, скорее всего, отстанет. Десять фарма, не больше Малфит, если его там не за тавер давят. Но поглядим. Красивое положение занял Хакука. Видели. Аполло, я думаю, сейчас два заклинания пропустит. И Варт успевает выбить. Очень красиво. Здесь тоже Варт выбивается. Правда, при помощи просветки. И делится деньги на двоих. Выбивается еще и Пора. И делается инициация. Потому что Малфит абсолютно бесполезный чемпион на первом уровне. Сами понимаете, Раш вынужден стартовать со своих Рапторов. Из-за того, что Анда банально с Сомдеем его прогнали с его же Красного Леса. Ну, тут можно поругать. Единственное, Раша, зачем было начинать со своего Красного Леса, когда ты знал, что потенциальный инвейд может произойти. Гораздо выгоднее было Рашу как раз стартануть с Синего Леса с Пулом. И после этого отправляться сразу в Красный Лес оппонентов. Ну, а видите, так тоже хорошо закончилось. Он забрал Рапторов. Олаф понимает, что надо продолжать пушить. Ну, а здесь Варт так как стоит. Вот не надо на Краба идти. Ой, Раш ошибается. Он еще и не попадает под нему комбой, кто не заметил. Из-за этого он не снял статы у Краба. И там Варт стоял на Крабе. И команда должна была ему сказать, что информация о нем пройдет. Он должен был сразу бежать в Красный Лес противника. И там доворовывать все, что лежало. Ну, ладно, давайте по цифркам теперь проговорим. Цифрыки довольно простые. Лейнинг Фаза. Это единственное, что есть у команды Соточки. Все остальное они проигрывают. 55% я отдаю за ними Лейнинг Фазу. Мид Гейм. Я уже передам, скорее всего, команде Эхофокс. За их три очень сильных ульты. Это Алистар с Инициацией и Бессмертием. Малфит с ультой и Джарван с ультой. Плюс Зоя еще Покоть будет. Соответственно, это будет уже 55% за команду Эхофокс. И Лейт тоже за команду Эхофокс. Там порядка где-то 60% я отдам за ними. Это называется такой легкий перепик. Конечно, можно засноболить слейнинг Фазы жестко. И вот, например, то, о чем я говорил. Дайв. Нужно делать дайв, конечно, против Малфита. Других вариантов нет. Ошибка. Вот это ошибочка. Соло теперь отфлэшится. Скорее всего, Анда умрет. И, возможно, это будет даблкил еще за Соло. Самде тоже отфлэшивается. Какая ересь происходит. Соточка не смогла нормально провести тавердайв через Олаф и Джейса. Потеряли огромное количество здоровья. После этого бэка Соло просто будет с невероятным количеством уже армора. И все, эта линия закончилась для Самдея. Надо просто теперь фармиться. Фармиться и надеяться, что что-то получится. Потому что Соло только что их победил. Нельзя было так, конечно, дайвить. Но там проблема была, почему-то Самдея дал автоатаку раньше времени. И Анда еще не успел подойти. Ну и Анда, да, он темп еще потерял. Кемпы в своем красном лесу профукал. Теперь, получается, он, видите. Ну, не знаю, зачем он ударил. Так рано это, конечно, не стоило делать. И повезло, что они не отдали даблкил. Тут реально могло все закончиться даблкилом. Для Малфита это было бы сразу поражение в партии. Так еще как бы сохраняется. Но мне не нравится, что Соло с Беку купил себе Даран Ринг. Когда выгоднее как раз было покупать не Даран Ринг, а, наверное, сразу уходить в части Санфайра, ну или в Армор. Самое выгодное, это чисто ниндже тапки брать, потому что тогда не Олаф, не джейс больше бы тебе ничем не угрожали. Ну, с другой стороны, он купил Даран Ринг, который дает ему неплохое количество здоровья и дает ему ману плюс регенерацию. Ману, обилити пауэр, хотел сказать. Обилити пауэр и ману регенерацию. Привет всем, привет, мороженка. Да, привет, ребят, всем. Кто у нас там был сегодня, со всеми здоровались вроде уже. Но сейчас люди начинают подходить, которые с ЛЦЛа прибежали. Так что всем вам приветик. Смотрим матч американского чемпионата. Это пять штук, это первая игра. И пока, видите, что-то новенькое появилось у нас в чемпионате. А именно Малфит на туплене, тот самый, про которого вы говорите, почему его так редко никто не берет, бла-бла-бла. Я всегда говорил, что Малфиту тяжело быть одному. Всегда говорил, что его ульту очень легко задоджить. И его ульта не настолько крута в одиночку. Но здесь, в данном случае, у команды Эхофокс есть еще маленький Малфит. Это, конечно же, Алистар со своим подкидыванием, от которого тяжелее, кстати, увернуться, чем от Малфита. И при всем при этом есть еще Джарван, который тоже дает свое подкидывание и ульту. В общем, есть чем поиграться в команде Эхофокс. Анда понимает, что сейчас еще есть время у его команды преимущества на боте. Они немножко поддавливали, правда, вот у Лиссандре проблема, которую, кстати, не надо было брать. Я уже про это говорил. Посмотрите, что с ней делает Феникс. Просто унижает хухи на меде. Раш идет отменять уже этот дракон. У Анды же нет флэша. Слушайте, об этом-то мы и забыли. Опять промахивается Раш по комбой своей. Но Анду зажимает в стене. Тот залезает в ротика Фраму. Ну, а у ротика Фраму сможет ли его удержать долго? Да, удержал долго. Ешка летит мимо. Хухи здесь пролетел, откуда ни возьмись. Пытается уйти в сторону. Делает флэш. Даблый. Хороший урон. Но при всем при этом, скорее всего, он умрет. Ферст Блат уходит за командой Эхофокс. Флэша еще и Феникс вперед. Но это флэш, который выпал как раз-таки с Лиссандры. И по золоту уже вышла вперед команда Эхофокс. Да, у него был приоритет. Я имею в виду Анды на ботлейне. Все верно. Но проблема в том, что у него у самого нет флэша. И если на него вот так вот зайдут, он не сможет оттуда никак выбежать. Да. Идеальный пик для Ясо. Ну, так-то да. Ну, Северка тоже здесь хороша. И Зоя хороша. То есть, как бы, сетап команды соточки не такой плохой, скажем прямо. Они с Северкой могут как раз донать Эхофокс. Хотя, так же самое и с Ясо можно было донать Эхофокс. То есть, я соглашусь, Северку можно заменить как раз в данном случае легко на Ясо на ботлейне. Ну, а что касается вот соточки, они грубо ошиблись. Когда взяли себе Лиссандру. Ну, и грубо ошиблись с банами, которые, ну, вообще были мимо, вы видели. Совершенные баны привели ни к чему. То есть, они теоретически могли выбить у противника Северку, не дав им ее сыграть. Они, конечно, не могли угадать, что они Малфета будут играть, давайте откровенно говорить. Ну, по крайней мере, они могли хотя бы Йорика выключить, которого они сыграли. Ну, это все, это минус. Аша еще, Ротик не успевает. А Фраму не настолько широкий он у него оказался. Это партия, я думаю, ребят. Гейм, сет и матч, потому что Ленинг Фаза должна была быть за командой соточки. Это единственный был их шанс, где они могли себя хорошо проявить. А сейчас просто начнется такой сноубол, с которым они справиться не смогут. Поук сетап без поукеров. Это не поук сетап, понимаете, да, ребят? Шестые уровни взяла команда Эхо Фокс. Конечно, до окончания Ленинг Фазы еще далеко. Вышки еще не упали. Обычно 15-я минута, когда Ленинг Фаза заканчивается. Но мы видим с вами, как все уже неприятно. Соло, да, все, пошел в Санфайр, видите. Один просто Даран Ринг купил на всякий случай. Все, и хватит тому. Прокассик нам не показывают, но хуй, и сейчас поллица получит минус себе. Да и Камела ускакать может и ультануть. О чем вы там говорите? Про какую Камела? 67 на 69, минус 10 фарма на меде. На топе равенства и Джейс ничего не сможет сделать уже Соло. Более того, он пошел сразу же в Блэк Ливер, понимая прекрасно, что сейчас есть вообще, наоборот, вероятность, что Джейса убьет Малфит. Это реально правда. То есть парочку кушек Малфит даст по Джейсу, потом даст ульт и убьет. Поэтому он купил себе здоровье через Фейдж. Ну и дополнительную скорость передвижения. Подхорашивает его, чтобы как раз отходить в сторону и не давать нормально Соло добираться до него. Чтобы Кайд был неплохой у Самдея. Ну и зазывает он сюда Анду. Пытается спровоцировать Самдея ол-ин от Малфит. Да Малфит не делает этот ол-ин, он аккуратничает. Увидел Олафа и сейчас просто Малфит даст ульту на эскейп, скорее всего. Да, и уворачивается идеально еще. Правда, товар дайв произойдет, если он здесь останется. Поэтому лучше убегать. Бежит дальше топор. Топор промахивает Санда, дает ульту, идет дальше. Еще один топор опять мимо от Анды. Но уже Зоя с Джейсом, извините, с Джарваном сюда идут. Зоя рядом. Зоя сейчас будет давать Ешку. Попадет ли она ей? Не, ну Феникс так не попадает. Еще и Фармс воровал. Вот репорт его. Мне кажется, Феникс мог лучше здесь сыграть. Но это не страшно. Раш решил на синий баф пойти. А нет. У тебя мертвый сейчас топор вне позиции. Хотя топор подходит, но а толку? Малфит без ульты, сами понимаете. Такой себе камушек. Да есть у тебя Раптеры и Раш. Я не знаю, что я болею за Фоксов. Как-то так получилось, что болею именно за них. Наверное, за Малфита болею просто. Редко мы действительно видим этого героя. О, не, не ворует. Все же, но урон по хухе наносит. И Феникс продолжает, кстати, его дамажить. Зазывает еще сюда Раша. Расцепляться будет еще за Анду. Или просто, да, просто забирает один кемп у него. И можно даже зацепить еще Анду. Анда попадает под проказ. И это минус Анду. Он флэшится под вышку. Говорит, помогите, помогите. Но Соло чем сможет помочь? А смог помочь. Флэшкушка, автоатака, убийство. Раш перепрыгивает через эту сторону. Остается тоже в живых. Феникс также там прыгает. Не попадает с заклинаниями. Улетит ульта Аши с другого экрана. Не попадает ни в кого. Это ульта Аши. Тауэрдайв происходит успешным. 4-0. И это, ребят, действительно магия. Магия Раша, который ни разу в своей карьере ЛЦС, включая Челленджер Лигу, ну Академию, сейчас она называется Академия, ни разу не проиграл два раза матчи на неделе. То есть в Америке почти всегда играется, ну не почти всегда, а всегда играется два матча в уикенд. И у него, как я вам уже говорил, ни разу не было статистики такой, что он был 0-2 на неделе. Всегда было 1-1, либо 2-0 в его пользу. Ну, в его пользу команда имеется в виду. И он показывает сейчас еще раз эту всю историю. И, кстати, Стасбот еще раз проигрывает результ... Ух, как хорошо Феникс увернулся здесь. Он как молодой Нео. Так вот, и Стасбот проигрывает результат, потому что Стасбот поставил победу за команды Соточки. Ну, ладно, тут еще победа не завершена, но он 2000 преимущества с сетапом, который на голову сильнее противников в мидгейме и в лейте уж тем более. И Андо тут продолжает мучить, он просто Рагнарёк нажимает, чтобы убежать. Тут уже никуда не деться. Флэш Келк, как будто бронза запахла. Но они не хотели дать регенерации нормальной Олафу, и чтобы тот успел отпушить крипов, поэтому Соло просто решил сделать врыв в него. Зато Рагнарёк еще ни разу комбой не попал в этой игре. Но тут я с тобой соглашусь, и вправе сейчас как-то на Джарване. Он даже в краба умудрился промахнуться. Стасбот не думал, что они так хреново напекают. Но я уже рассказывал, Стасбот и вообще не думает. Он просто смотрит на статистику команды и ставит победу тому коллективу, у которого статистика выше сейчас. Рейтинг, который выше. Рейтинг перед этим матчем у соточки был выше. Так, опять Соло идет ол-ин, его откидывают. Соло может, кстати, даже почти убить двух игроков. Дает неплохую ульту, получает много урона. Но тут уже Джарван. Джарван рядом. И Ианда его увидел сразу же, отступает. Раш может дальше идти. У него есть флэш? Нет флэша, но есть комбай, можно было дать ульту после комбы. Но испугался Раш сам. Вылетать. Соло классно выиграл время. Сейчас он отошел вниз. Подождите, на него там выезжает Хухи. Там регенерация такая здоровья идет, что он только щит собьет. Кстати, стоточка на этой неделе сыграла, получается, 0-2. Две игры подряд. К ряду. Проиграли. Стартует Геральтка. Что это за Геральтка? Не подкрепленно. Окей, там Малфит без ульты. Вы это знали. Но кто-то Геральтку-то начинает. Вышку они потеряли. И телепортация идет. Ну, не знаю, ребят, тут это, конечно... Ну, их просто прогнали. Команда Эхофокс прогоняет, прогоняет, делает врыв. В бедного Олафа не попадает комбой Алистар. Но все равно его убивает. После этого запирает Хухи. Хухи флашается ровненько на шишечку, чтобы от этой шишки отпрыгнуть. Ну, и даже уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аша, у нее проблемы. Хватит ли урона Фениксу? Не хватает урона Фениксу. Гораж опять промахивается комбой. Есть у него Жоня. Он не успевает ее нажать. И килл достается соточки. Ну, что-то, как говорится, не стоило Рашу опять делать туда врыв. Рашу изо всех сил пытается проиграть эту игру. Вот что я хочу сказать. Ну, да, Жоня у нее была, все верно. Он, кстати, очень какой-то странный билд делает, обратите внимание. Он проигнорировал джангельский предмет. Ну, скорее всего, потому что это будет Санфайр. Я про это вам говорил. И идет сразу в Стирак. Теперь идет в Гардиан Энджел. Что происходит с Рашем? Не знаю. Он какой-то вчера делал странную комбинацию на Лиси, никто не помнит, против команды Клауд Найн. Хотя именно вчера он великолепно выживал постоянно. Десять за Фарина комп из десяти. Ну, да, смотрите. Вроде игроки стоят. Он, бах, опять ни по кому не попал. Да что ж такое? Еще Жоню не успел нажать. Его убили. Хотя, если бы он Жоню не нажал, его все равно убили. Просто чуть дольше бы пожил. Не-не, Раш, кстати, знает эту статистику. И даже наоборот смеется с этого, что... Rush never lose two times in a row, что переводится. Rush никогда не проигрывает два раза подряд. Это он про себя так говорит в третьем лице. Rush тестит свой перк на победу. Да-да-да. Крэш-тест перки. Действительно ли я не могу проиграть? Действительно. Тут просто на голову лучше. Там параллельно мейджор идет Rainbow Six, играет против Team Empire и творят сенсацию. Борются против команды G2. А, Rainbow Six это игра, это не команда, я понял. Team Empire в этой игре. Я даже не знаю, Rainbow Six что это за игра. Это стрелялка, видимо. Потом почитаю, что там за киберспортивная дисциплина такая Rainbow Six. Я согласен, это очень странно, и я не уверен, что это тоже нравится. Но G2 против Team Empire играют. Отлично. СНГ может выиграть, это всегда хорошо. Rush никогда не попадает двумя умениями подряд. Да, учитывая, что чтобы попасть в жарвановскую комбу, тебе надо реально двумя умениями подряд попасть. Это правда, забавная правда. Это тактический шутер. Ну, вот так и думал. Ну, видимо, как КС, только не КС, а чуть более тактический. Ну, а здесь уже до грома идет, ребят. 5000 преимуществ команды Echo Fox. Первая вышка падает на миде. Вторая вышка, скорее всего, тоже упадет, потому что огромное количество игроков еще команды Echo Fox здесь тусят. Урон наносится. Геральтка жива, кстати. Можно даже третью вышку пойти сломать. Ну, страшно, знаете. Не верят Факсы, что можно дальше идти, хотя у них даже Redemption выпал. Настолько это странно сейчас было. Ведь на самом деле мы видим с вами Лиссандра на топ-лейне. Джейс был на бэке. Он не успел оттуда подойти. Можно было тупо дальше идти пушить. И соточка даже остановить эту Геральтку никак не могла. Ну, а так пришлось отойти. Не, ну, Малфита играть против Джейса, это нормально, я вам уже говорил. Только надо, чтобы вас не затавердайвили. Потому что, по сути, Малфит является контроль к нему, как чемпион. Он собирает только армор. У него есть резалка скорости атаки. И любой армор предмет увеличивает ему танковость и, конечно же, урон. И, соответственно, получается, что Джейс, которому... Главное, Джейс, для которого главная проблема, это чемпионы, которые собирают арморы ХП. Рамбл... Ой, Рамбл, он говорился. Рамус и Малфит — это страшные для него силы. Сион тоже для него проблема. Но вот незадача. Сион не может без КДР жить. Малфит может без КДР пожить. Потому что у Малфита есть пассивка на автоатаке, которая имеет, по сути, такую же пассивку, как Тиомат. Он легко может отпушивать крипов просто своими автоатаками. Понимаете, да? А автоатака плюс Ешка там, по-моему, Ешка — это заклинание. Удар по земле. А Сион этого делать не может. Поэтому Сиону нужна мана и нужен КДР. И из-за этого он идет в Райт Лос-Глори, которую легко можно законтрить. Но если Джейс не выйдет начало в преимуществе, то там будет сама проблема. Морские сплошные драконы к команде Факсов выпадают. Я не знаю, что с ними делать. Захлебнуться только можно. Причем никакого пользы от морских драконов здесь нет. Ну, Зоя вот наслаждается, наверное. Ну, и немножко Малфит, хотя Малфит и так уже имеет преимущество. Да, еще мобильность ворует. Мне подсказывается Кухана, если дать по противнику, замедли. Да, мобильность тоже обворовывается. Стоп, а разве эту пассивку не сделали активной, как W? Ну, или W она. Да, ее нажимаешь, но она дешевая. Там сколько? 40 маны стоит, тащи копейки. Знаете, сколько нужно потратить маны Сиону, чтобы отпушить крипов? Нормально, чтобы отпушить крипов. Ему нужно потратить W, которая стоит 60 маны. Ему нужно дать кушку, которая стоит 140 маны. 200 маны, чтобы отпушить крипов. И еще при этом надо дать парочку автоатак. 200 маны. В то время как Малфиту надо потратить там от 40 до 80 маны на это. То есть настолько дешевле. Это что за ошибка? Аполло попадает под ульту Аши и его убивают. Выфлэшиваются отсюда вся команда Эхофокс, потому что не могут понять, как их Северка с флэшом, с щитом магическим умудрилась попасть под ульту Аши. Не среагировал банально. Аполло пропустил Эрроу от Аши. Попал в стантом на 3,5 секунды, потому что расстояние как раз Аши было довольно дорогое. И У пропал. Три морских дракона, это 2 секунды и фулл хп. Ну не так, конечно. И в тимфайтах эта регенерация отключается, вы же знаете. Так, давайте смотреть. Ульта Аши, вот. У нас Бэнк занимает позицию. Нет, здесь не 3,5 секунды. А-а-а! Это из темноты была кинутая ульта. Прям вдоль стены. Это красиво ульта. От нее невозможно было увернуться. Это вообще невозможно было. Среагировать. Она летела вдоль стены, ее не видно. А потом просто из стены появляется, и ты станешься. Это классная ульта. Бэнку ставим большой плюс. Ну, Бэнк вообще на Аши в свое время тоже наиграл. Расстояние там не такое большое, так что стан не на 3,5 секунды был, а где-то на 2 секунды. Чем выше, чем выше дистанция между ультой Аши и целью, в которую вы попадаете, тем дольше будет стан. Максималка 3,5 секунды. И максимальное расстояние это примерно 2 экрана. Надо, чтобы пролетело оно. Говорят, 5 секунд. Не, не, 5 секунд стан уже. Убрали же. Нет же больше 5 секундного стана. Может, ты ошибаешься? Подарил 50. Вроде убрали. Привет. Вот так, аминтеш. Все четко и понятно? Благодарочка. Спасибо тебе большое за поддержку канала, и спасибо за лесные славы. По-моему, ребят, извините, что перебил донатик, ну, донатик, все равно ему спасибо, убрали вроде 5 секунд стан у Аши, там, 3,5 сейчас. Раньше было 5 секунд, и была эта забавная стратегия, когда Аши играла с телепортом. Она перед бэком оставляла вард в кустах. Делала бэк на шестом уровне, кидала ульту с базы и нажимала телепортацию. Игроки байтились на это, сразу бежали на эту точку, в которую она делает телепортацию, потому что надо встретить Ашу и убить. А попадает она в тебя станом с базы, потому что она давала ульту прямо в эту же точку, извините, тут Алистара убили. Вся команда соточка резко не оказалась здесь, поймали Алистара, убили, а вот факсов здесь не было, они были числены на меньшинстве. Хотя сами организовали этот олэйн, наверное, надо было им поаккуратнее сыграть. Так можно и выкинуть партию, конечно же. Хотя, Раш дает комбинацию. Рас, Тададаш. И еще одна ульта. И уже почти что умирает сразу же и Олаф. Олаф остается в живых. Хухи там три раза ушел в жоню, остается в живых. Сам Дэй прыгает, делает убийство. После этого Зоя делает свое убийство. Поднимает Зоя тут всякие заклинания. Прыгает, скачет. Может, что было помочь своим союзникам? А, не обязательно. Бросок в Бэнга, но Бэнг классно уворачивается. Флэш там роняет. Но Феникс уже не пойдет этот флэш поднимать. Ох, как красиво было сейчас потемфайтиться. Так вот, я вернусь к той идее, которую я вам рассказывал. Старая стратегия второго-третьего сезона. Брали специальный телепорт. Говорю, уходили на рекол и оставляли варт, на который будет нажимать телепорт. Нажимали телепортацию. И враги думали, сейчас Аша прилетит, я ее убью. Становились сюда и ждали ее. И пока они ждут, прилетает туда ульта, попадает в тебя. И ты пять секунд стоишь в стане. Ничего сделать не можешь. Аша тебя берет и убивает за это время. Для бронзы годилась стратегия. Я, кстати, ни разу ее не видел. Но я знаю, что такое существовало. Ну, а теперь смотрим повтор этого сражения. Ловят здесь там Кенчи. И, наверное, лучший вариант для команды соточки было отдать там Кенчи, а не защищать его. Они решили защитить его, делать врыв в раш. Шараш уходит к Джоню. Тут же Маффи дает подкидывание из темноты, но Хухи успевает уйти в инвиз. А вот Олаф уже погибает. И дальше сам Дэй говорит, я здесь, я с вами. Убивает, снимает шатдаун. Но больше никого он убить не сможет. А Феникс, не знаю, может не стоило ему гоняться. Хотя ничего там не поменялось бы. Только Гардиан не потерял бы тогда Джарван. 4-8. Четыре дракона у команды Эхо Фокс. И напоминаю, что лейтгейм я оставлял за ними. Потому что Паук сетап, который есть у соточки, он мертвый в лейтгейме. А если они как кетч сетап будут играть Лиссандра плюс Саша, у них не хватает урона, чтобы ваншотнуть игрока. Потому что это Джейс Уоллов. Если бы у них там был Ноктюрн или Трандл какой-нибудь. Или на топе был бы какой-нибудь Джакс или Эрелия там с уроном. Может Фьора. Тогда было бы еще нормально. Ну или и сплитпуш 4-1 они тоже играть не могут. Потому что Джейс не может про сплитпушить Малфита. Малфит жутко танковый. И еще неизвестно, кто кого здесь за сплитпушит. Стартуют на Шоро Фоксы. На вардах это делают. Но у них контроль карты, вы видите, катастрофично хороший. Я не знаю, как туда соточки подойти. Оушен, конечно, помогает. Но не помогает забирать. Он регенерацию им даст, если будут у него какие-то проблемы. Пока они просто аккуратненько делают. Феникс там прыгает, развлекается. Анда забегает. Ванду разворот. Гейминг. Подкидывание. Рашу надо давать ульту. Но он тормозит. Почему не дал-то сразу? Кого ты запираешь, друг? Запирает не того игрока, которого нужно. Но там Кенча сожрать тоже вкусненько. Сомчик вкусный. С бульончиком пошел. Один камень отказался есть сама. Как видите, Малфит так и не дал ульту. Оттуда не добрался. Даже оси за это не получил. Просветочка снова идет. Снова видит, что забирается Олаф. Нет, теперь Рагнарек. Увидели они, как Хакука ушел наверх. Тут еще Феникс мешает им подойти. Идет ульта. В Аполло. Аполло хороший блок ставит магический. И Раш хочет снова сделать врыв вместе с Хакука. Подкидывание срабатывает. Минус Аша. И добираются они до Олафа. Минус Олаф. Малфит такой, знаете, спрашивает свою команду. Пацаны, когда моя ольта понадобится? Потому что я как бы с ней все еще. Возвращаемся снова. Это Оушен Дрейки решает, ребят. Это Оушен Дрейки сейчас работают. Вы почему? Вот думаете, они могут подойти, побить Нашора, отойти, побить Нашора, отойти, побить Нашора, отойти. Оушен Дрейки их просто нереально регенерируют. Как только они отходят от Нашора, сразу включается регенерация. И они все восстанавливают здоровье, могут снова его делать. Конечно, с Маунтан Дрейком они бы вообще его забрали за несколько секунд. Но надо каждой команде понимать, как использовать своих драконов. Если бы Факси решили до конца пойти в Нашора, то есть добиваем его прям упорото, то была вероятность, что это был бы размен Нашора, то есть противник бы украл Нашора, но потерял бы пару игроков. Не самый крутой момент. Факси понимали, что у них Оушен Дрейки, можем каждый раз, когда будет противник к нам подходить, отходить от Нашора и начинать битву с ними, и все. Почему перестали пикать Маукая? Ну, у него та же самая история, что и у Малфит довольно тяжелые линии. В данной конкретной игре, кстати, Маукай тоже хорошо бы работал против Джейса. Он бы немножко страдал в начале игры, но при хорошей помощи он бы тоже превратился в монстр, которого невозможно убить, и с хорошей инициацией. То есть, по сути, вот здесь Факси могли брать не Малфита, а могли брать спокойно Маукай. Идея была бы у этого чемпиона точно такая же. Ну, а главная проблема. Слишком медленный, как танк-инициатор, по сравнению с Сионом, он очень медленный, или с тем же самым Урготом. Слишком мало урона наносит. Танковать он, конечно, способен, но это те танки, которые я называю танки, которых можно игнорировать. По сути, Маукай и Малфит, они могут танковать только против одного чемпиона. То есть, они могут сесть на одного чемпиона и говорить ему, «Ты бьешь меня, все, я от тебя не отстану». Но этого недостаточно. Танк должен танковать против всех. Например, Сиона, если ты будешь игнорировать, он подкинет трех-четырех человек. Хотя многие чемпионы все равно могут его как-то обойти прыжками своими. Ну и у нас здесь просто уничтожение идет. Эхо Фоксы надерживают победу. Мне вот интересно, что Хай на этом выиграл, потому что Хай, как аналитик, проголосовал как раз-таки против бота. Все остальные аналитики забавно, что проголосовали тоже за соточку. А Хай проголосовал как раз-таки за команду Эхо Фокс. Верил он в Раша. И верил в то, что как раз не может Раш проиграть два раза за неделю. А Ривенка, кстати, от Вайпера вчера опрокнула. Кто не смотрел тот матч, обязательно посмотрите. Я вроде ее пометил как Голд, только без масти. Надписи была, но с картиночкой Голд. Ну а здесь уже окончание игры. Жаль, мы так и не увидели ни разу комбу в этой игре. Ну, сейчас подкидывание раз. Малфит терпится своим подкидыванием, не хочет туда влетать. Потому что пока недостаточно еще урона Феникс нанес, чтобы делать врыв окончательный. Северка очень быстро разрезается. Феникс улетит кушка из темноты, он увидел ее. Успевает среагировать, уходит на регенерацию. Сейчас вся команда Эхо Фокс, потому что сейчас регенерация Оушендреков начнет работать. Можно не воевать, можно просто смотреть, как крипы побеждают. И поднимать эти здоровье себе. Феникс, он уже восстановил порядка 500 здоровья. Кидает еще Redemption, который еще больше восстановит. Ну что, финальный оллинг. Давайте, ребят. Факсы, вы выиграли эту партию. Но Малфит сделает первое подкидывание, второе подкидывание, третье подкидывание. Да, красота. Жаль, что они на ступеньке забежали, а то можно было бы и оформить сразу минус 5 игроков. Прям было видно, как, знаете, Факсы хотят показать комбу. Знаете, вы придумали стратегию, вы взяли ее. А вам противник не дает ее исполнить. Противник так слаб оказался, что вам даже не нужен был Малфит здесь. Можно еще, они говорят. Ну, сгруппьтесь, пожалуйста. Ну, два еще, три игрока, пожалуйста. Ну, как-то... Да. Это все дракоши. Дракоши зарешали очень сильно. Ну, зарешала грубая ошибка команды Соточки. Тауэрдайв на топе с потерей двух флэшей. Из-за этого Джейс начинает опасаться выхода Джарвана. И Олаф идет на дракона, умирает там из-за того, что у него нет флэша. Тауэрдайв, вот тот Тауэрдайв, его надо делать, но он явно был нетренированный Тауэрдайв. Он его провалил. Факсы радуются, потому что это очередная неделя, которая заканчивается у них со счетом. Одна победа, одно поражение. 4-4 статистика у них в сезоне. И следующей партией у нас сегодня будет команда CLG, которая вчера учинила просто разгром, кровопролитие, кровопускание даже, давайте так скажем, команде Clutch Gaming они учинили. Сегодня будут играть против Фрогена и команды. Фрогена команда вроде бы на последней позиции, но это не чита, мне кажется, команды Clutch Gaming. Это будет настоящее мясо. Обязательно смотреть все CLG против команды Фрогена. ГГС. Пока идем на перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok